Привет всем, друзья! Сегодня у нас будет эксклюзивная штуковина на обзоре, а именно сигара от Александра Мартьянова, подписчиков моего канала. Если смотришь, спасибо тебе большое! Это тот человек, который присылал мне табак, самосад, если вы помните. У меня еще есть несколько позиций, по которым я сделал обзор. Ну и сегодня у нас сигара будет, собственно, вот такая вот. Вот такая вот сигара. Это у нас сигар из его табака. Значит, я сразу скажу, не готовился к обзору, я уже забыл, какие-то сорта все называются. Потом в описание добавлю, после уже, когда буду в видео выкладывать, либо я в названии напишу сорта этой сигары. Ну да, я не особо это прям большой там ценитель или какой-то там дегустатор сигар, чтобы в них там как-то сильно разбираться. Значит, табак его, а скручена она торсидором. Который живет, по-моему, в Москве. Ну, не помню, он говорил, где-то он живет. Причем торсидор настоящий. Он прям или доминиканец, или кубинец. Все по фэншую. Ну, а табак именно его, который он вырастил. Этот Александра, соответственно. Здесь у нас забито все. Но выглядит она даже, я бы хотел сказать, посолиднее, чем с кубинская вот эта вот релоба, там, ну, народные вот эти сигары. Запах интересный. Чем-то отдаленно напоминает народные кубинские. Но здесь вот это... Помните, в самокрученом табаке была такая вот, такой привкус, вернее, немножко в аромате чувствовалась рыба, вот эта вот селедка соленая, я не знаю. Ну, я не знаю, что это такое. Ну, немножко такой кисленький аромат. Вот, видать, тот же табак и здесь используется. Немножко такой вот кислитым. Так. Давайте его попробуем раскурить. Ну, хочу от себя добавить. Я ее немного пересушил. Вот, поэтому... Но у меня не было возможности сделать обзор раньше времени, как бы. А так он изначально прислал мне... Он, кстати, две сигары прислал. Они отличаются только форматом. Табаки в них одни и те же. Не понимаю, почему-то тяга очень плохая. Прям никуда не годится. Ну, так вообще покровник очень хороший. Смотрите, здесь даже жилы нет. Знаете, как бывает, сигары покупаешь фабричные. Не важно, там, ну, европейские, кубинские, всякие. И там прям палки такие торчат. Здесь этого нет. Вообще выглядит, как бы, она солидно. Ну, запах, хочу сказать, своеобразный. Уникальный аромат у данных сигар. Такой многогранный. Вот это вот, ну, уже не селедка, такая небольшая кислиночка. Такие ореховые ноты чувствуются. Пряность есть, сладость. Ну, в общем-то, интересно. То есть, у нее очень многогранный такой аромат. Давайте попробуем ее. Сейчас пойдет. Она просто по старту не очень тяжелый. Данная сигара. Видите, она как тяжело курится. Не знаю, почему. Ну, прям очень тяжело ее курить. Наверное, знаете, либо внутри лопнуло, как бы на покровном листе я не вижу каких-то трещин. Ну, бывает, знаете, от пересушивания трещин образуется все, как в сигарете дырку сделать, все, она у вас не будет куриться. Тяги не будет никакой. Вот. Ну, как бы на покровном листе я не вижу дырок никаких. Думаю, может быть, она просто треснула. Ну, не знаю. Либо я слепой, либо треснул что-то там, может, внутри. Не знаю. В общем, ну, почему-то она очень... Она, конечно, плотно. Она прям максимально плотно забита, но очень тяжело тянется. Да. Вот. Прямо у самого основания. Видите? Затяжку делаю. Вот здесь вот дым шурует. Вот тут вот трещина небольшая образовалась. Ну, это... Это уже мой косяк. Она, видимо, она высохла и треснула. Я-то ее не в Хюмидоре хранил. В пакете лежал. Потому что у меня здесь нет коробки, в которой хранить сигары нужно. Ну вот, я вижу, она пошла уже. Короче, понятно. Дальше сейчас участок пройдет, будет нормальная тяга. Ладно, я сейчас вкратце просто высох... Я не буду ее до конца сейчас докуривать. Докурю до конца ее на стриме, так что там посмотрите. Вкратце про вкус. Немножко такой перченый. Ну, немножко небольшая острота есть. Преимущественно, это земля. Земляные ноты. Берли, видимо. Я не знаю. Ну, прям... Ну, они доминируют здесь. Вот. Ну, они такие, как бы, острые, как вот в этой Каибе. Я вот предыдущий обзор делал. Там, как бы... Ну, я более явный такой вот привкус земляный был. Здесь, как бы, не так. Ну, вот. Ну, в целом, по вкусу они похожи на... Ну, вот народные кубинские сигары, да. Где-то так. Здесь практически то же самое. Но здесь запах совсем другой. Запах здесь прям классный. А по вкусу, ну, блин, я не знаю. У меня в последнее время, в принципе, эти сигары, что я курю, они какие-то... Они меня не удивляют вкусами своими. Ну, я не знаю. Ну, видимо, я не то что-то пробую. Вот. Ну, и здесь, как бы, по вкусу хорошее качество. Я ничего не говорю. Но, как бы, где-то я это уже видел. То есть, та же кубинские народные, те же. Там эти земляные ноты. Куба. Да, в принципе. Ну, земляные ноты присущи, блин, очень многим сигарам. Вот. Но в остальном это очень хороший продукт. И даже будет лучше не то что народных сигар там до 100 рублей за штуку, а вот некоторых таких европейских брендов. То есть, брендированных именно. Похуже курил. За больше денег. Ну, в целом, приятно. Приятно идет. Хороший табак. Александр, сигары у тебя хорошие. Тут я ничего не спорю. Вот. Ну, вторую я, наверное, не буду курить. В смысле, на обзор. Я ее потом как-нибудь сам скурю. Она отличается только форматом. Вот. Собственно, на этом у меня все. Кстати, если вам интересно, хотите пообщаться с этим человеком по поводу табака, ну, может у вас возникнут какие-то вопросы или еще что-то, то я ссылку на ВК его оставлю в описании. Вот. На этом у нас все. И всем пока.